Здравствуйте, уважаемые телезрители! Сегодня гость нашей программы, сценарист, писатель, заслуженный деятель искусств России, профессор ВГИКа Аркадий Яковлевич Инин. Здравствуйте, Аркадий Яковлевич! Здравствуйте, здравствуйте! Аркадий Яковлевич Инин, настоящая фамилия Гуревич, родился 3 мая 1938 года в Харькове. Окончил политехнический институт. Аркадий Яковлевич Инин участвовал в студенческом эстрадном театре, капустниках и КВН. Через 8 лет работы по специальности инженер Яковлевич Инин поступил в ВГИК и начал профессионально заниматься драматургией. Награжден Орденом Дружбы и Орденом Почета. Ну и первый вопрос для разогрева. Хотелось бы узнать, прежде всего, о происхождении вашего псевдонима. Откуда взялся Аркадий Инин? Значит, взялся он довольно давно. Я жил в городе Харькове, в своем родном городе. Вот, и мы начали писать с моим товарищем, увы, уже ушедшим из жизни, Лене Смоловским. И первое, что мы, значит, решили, подражая нашим великим юмористам, писателям, конечно, хотелось писать как они, но это же было невозможно, но можно было пойти их путем и взять себе псевдоним. Потому что все наши любимые авторы в этом жанре, они все были с псевдонимами. Ильф Петров – псевдоним, О'Генри – наш любимый псевдоним, Марк Твен – псевдоним, Саша Черный – псевдоним. И мы как-то вот поняли, что мы еще не знали, как мы будем писать, но псевдоним надо взять. Вот мы взяли псевдоним. Леня Смоловский взял просто фамилию мамы – Осадчук. А я по имени жены самый простой путь был, потому что, ну, очень многие. Саша Галин, вот, известный очень драматург. Александр Танин, Виталий Аленов. Аленин был руководителем студии «Сатиры и юмора» Всесоюзного радио. Самый простой путь. Вот я стал Инин. И образовался такой тандем юмористический Инин и Осадчук. Будучи по образованию инженером, вы стали писателем. Что это за путь из физиков в лирике? Ну, во-первых, сразу давайте договоримся, что никакой я не писатель. А писатели – это Гоголь, Чехов, Бунин. Я литератор просто. Я занимаюсь литературным трудом. Путь был длинным. Дело в том, что у меня никогда в жизни не было никакой мечты, и сейчас нет. Никогда в жизни. Ни мечты стать инженером, ни мечты стать писателем, ни мечты выиграть миллион, ни покорить самую прекрасную женщину. Никогда в жизни никакой мечты у меня не было. Я плыву по течению жизни. Я пошел в инженеры, потому что мама инженер. Сказала, ну, поступай в Харьковский политехнический суд. Вот я поступил. Дальше, значит, очень не хотелось... Вы человек молодой, но, наверное, тоже еще помните, что в свое время студентов отправляли на сельхозработы. Да, в начале сентября. Бульбу там собирали картошку в Белоруссии, хлопок в Таджикистане, в Узбекистане. А мы на Украине собирали кукурузу. И вот очень не хотелось. Потому что я гвоздя бить не умею, совершенно не приспособлен к ручному труду. Выкрутиться можно было одним путем, записавшись в студенческую агитбригаду. И таким путем, значит, не собирать кукурузу, а ездить по колхозам и развлекать однокурсников и колхозников. Я петь, танцевать ничего не умею, и я записался в конференсье. И думал, что это, в общем, простая история. Поехали мы в колхоз. И там, надо сказать, сейчас студент третьего курса, Миша Золотаревский, сыграет на баяне. Нет. Мы приехали туда. Представить колхоза такой дядька украинский, естественно. Говорит, о, артисты приехали, прекрасно. Вот треба продернуть, значит, в сатирических куплетах. Микола, он пьяный, утопил трактор. А Галя там доярка проспала дойку, коровы плачут. Я гордо сказал, что я тут вам не куплетист, а я тут вам конференсье. На шо он сказал, ну, конференсье, тогда иди до своих хлопцев, становись в грядке и собирай кукурузу. Поэтому пришлось мне впервые в жизни сочинять про Галю, которая, значит, коровами это. В следующем колхозе то же самое, только был уже не Микола, а Петрову топил трактор. А стиль был, то и Галя была, Мария какая-нибудь. Так и начался мой писательский, как вы называете, путь. Ездили мы месяца полтора, у нас получился такой симпатичный коллектив, певцы, танцоры. Там жена моя, кстати, будущая тоже, тоже сачок была, не хотела работать, пела. Вот, в квартете, правда, наглости на сольное пение у нее не было, она в квартете девичьи. Вернулись в институт, решили не расставаться, организовали студенческий театр. Студенческий театр, значит, для него надо было уже писать текст, уже не куплеты про Миколу, а тексты на студенческие и прочие темы. Как-то мы раскрутились, он стал известным в городе, нас узнали на телевидении, потом на телевидении для Харькова заказали от Харькова «Голубой огонек». Тогда было, помните такой программ «Голубой огонек»? Сначала Москва, 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 потом исчерпалось, и многим крупным городам стали заказывать «Голубые огоньки». Киев, Новосибирск, Тбилиси и до Харькова дошло. Так уже нас узнало центральное телевидение. Ну и потом я стал писать, да, вот с Леней мы встретились, с Маловским, с Очаком, стали печататься в Харьковских газетах, потом в Москве. И так постепенно, потом уже во ВГИК поступилось. Хотела бы узнать ваше мнение вот о сегодняшнем юморе на ТВ. Не много ли передач юмористических и каково качество юмора на сегодня, на ваш взгляд? Ну, вы понимаете, ну что я могу сказать? Конечно, это будет старческое обрежание, которое будет заключаться в том, что юмор в целом, в целом, не вообще, а юмор в целом, в нынешнем телевидении омерзителен, на мой взгляд. Отвратителен и омерзителен. Но при этом были и есть прекрасные эмористические передачи, скажем, «Прожектор Перес Хилтон», замечательная была программа. Это большая разница, прекрасная была программа. КВН, на мой взгляд, хоть я КВНщик 60-х годов, не сегодняшний, но я считаю, что это бессмертное, так сказать, дело, и там замечательные. Бывает глупость, ну как везде, но вообще это прекрасная программа, и прекрасный Саша Масляков, и авторы. Вы автор около 30 сценариев кинокомедии. 44. 44. 44, да. А вот какие из них вам дороги больше всего? Есть люди, не люди, в смысле авторы, которые находятся в зале, скажем, если мы говорим о кино, и есть авторы, которые находятся по ту сторону экрана и оценивают это с каких-то высоких художественных позиций. Я нет, я в зале, и мне нравится то, что нравится в зале. Поэтому те мои фильмы, которые популярны у зрителей, «Одинокое представляется общежитие», «Однажды, 20 лет спустя», «Отцы и деды», «На деревацкой хорошая погода», «Тонкая штучка», «Единый же Солгав», мне они тоже нравятся. А когда вы писали сценарии для конкретных актеров, для конкретных кинорежиссеров, кто они и как вам с ними работалось? Для кинорежиссеров я практически ничего не писал. Я писал, просто писал сценарий, а потом находился или не находился режиссер. Что касается актеров, то да, я писал, пишу и, надеюсь, буду писать на конкретных актеров. Но что это значит? Я могу писать, например, мне нужно всегда человека, ну, я имею в виду не все персонажи, конечно, но два-три главных персонажа. Я писал для Наташи Гундаревой, предположим, я писал для Анатольевича Попанова. Но могло так получиться, что пока пишешь, пока запустится, пока изменятся планы, они могли и, слава Богу, счастье, что они согласились и смогли. Но могли бы и нет. Это ничего не меняло, потому что я могу вообще писать для Жана Габена, предположим. Понимаю, что Жан Габен никогда не сыграет уже это. Но мне нужно, чтобы мой герой ходил, как Габен, молчал, как Габен, там, закуривал, как Габен. Тогда мне легче. А играет пусть же Гарханян, то есть не пусть, а дать Бог, чтобы сыграл Армен Борисович. Как вы учите своих студентов писать правильный сценарий? Как вообще пишутся диалоги и, может быть, раскрыть секрет успеха хорошего сценария? Во ВГИКе много, а раньше было мало, был один учебник там. Сейчас уже много, и не во ВГИКе, и вообще во всем мире полно учебников про то, как писать сценарий. И вот есть американский учебник толстенный, первая строчка которого гласит, как написать хороший сценарий, не знает никто. Точка. Затем 400 страниц рассказывают, как написать хороший сценарий. Я тоже полагаю, что надо было бы исчерпать эту тему первой фразой. Потому что вся эта, на мой взгляд, фигня, которую проповедуют теоретики написания сценария, она нужна, конечно. Но вся эта ерунда, что на седьмой минуте должен быть всплеск, а на четвертой минуте спад, а потом... Это все, на мой взгляд, ерунда и фильмы. Мы можем поверять этим самым и в пух и прах их громить. Также есть очень популярная книга Саши Митты, прекрасного кинорежиссера, прекрасного, который написал что-то из «Рая в ад» или как-то называется. Вот про сценарное и киномастерство. Ну вот, если ты такой умный, как говорят, так что ж такой бедный. И вот у Саши Митты есть грандиозные картины там, условно говоря. То есть не условно, а безусловно. Звонят, откройте дверь, друг мой, Колька. Та же граница, за которую он получил это самое. А потом пошел один фильм, другого хуже. Почему? Если он все знает и все умеет, и знает на какой минуте вот это. Поэтому тайна сия велика есть. Поэтому никакие догмы в искусстве, в сценарном, живописном, музыке, где угодно, они не действуют. Я всегда главные роли пишу на конкретных, живых, не живых, но на конкретных актеров. И это совсем не рецепт. Вот со мной в одном доме живет, со мной много живет в доме хороших людей. Сценариста в том числе, Виктор Мережко и Саша Миндадзе. Вот у него совершенно, у Саши абсолютно другой подход. Он мне говорит, что вот я пишу, пишу и вдруг слушаю. Что-то он стал разговаривать, как Куравлев. Не-не-не, надо менять, надо... Понимаете, поэтому каждый себе свою технологию придумает. Немножко поговорим о Ваших книгах и, в частности, про книгу «Азбука женщин» и вообще про роль женщин в Вашем творчестве. Ну, все для женщин и про женщин. Все исключительно для женщин и про женщин. Не только потому, что я люблю женщин. Я люблю женщин. Вот, вообще не встречал женщину, которая мне не нравилась. Вот. Но дело не в этом. Тут абсолютно прагматический подход. Не романтический, а абсолютно прагматический. Потому что, я вот вчера на встрече говорил, в зале мы встречались, здесь библиотеки. Я смотрю, ну, пять шестых зала женщины. И так на любой, в любой аудитории, в опере, в консерватории, где угодно, пять шестых зала женщины. Я понимаю, что если я напишу сценарий и снимем фильм, который понравится женщинам, то он будет популярный, будет успех и так далее. Поэтому, повторяю, все про женщин, во-первых. То, что про них писать интереснее. Мужики что-нибудь тупые, одноклеточные, это я по себе знаю. А у женщин, они же с приветом. Поэтому там масса интересных поворотов, может быть, в женских судьбах. Вот. Так что все для женщин. Поэтому я и написал эту книжку. И это неисчерпаемо. Я сейчас сижу и здесь же, в гостинице, вот пишу новый эссе про женщин. Спасибо большое, Аркадий Яковлевич, за беседу. Раз. Творческих вам успехов. Спасибо. И приезжайте к нам еще. Ну, позовете, приеду. Спасибо, всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова